Тирольские напевы, горные холмы, много снега и главное, много шоколада. Сегодня вечеринка альпийский шоколад. И я говорю не об этих сладких девушках, которые находятся в саде меня. Я говорю действительно о любимейшем десерте сегодня в клубе Полерон. Сегодня вечеринка альпийский шоколад. Шоколад любите? Много едите? Конечно, любим. Стараемся. Поскольку мы вообще шоу-балеты, мы танцоры, поэтому шоколад вреден. Так что мы стараемся, любим, но любим смотреть. Позволяйте же иногда немножечко. Конечно, конечно, позволяем. Сегодня вечеринка альпийский шоколад. Шоколад я тоже обожаю. Я знаю, что и ты любишь. И нет таких людей, которые не любят шоколад. Но какое самое сладкое воспоминание у тебя из жизни? Знаешь, ты начала спрашивать, и мы... Почему-то я вспомнила именно про шоколад, связанные с шоколадом. Мы с Настей были в том году в Берлине. И попали в целый магазин, не помню, как назывался, с шоколадом. Там были шоколадные большие медведи, всякие штучки. И мы с Настей набрали, мы с собой все деньги, которые брали, мы их там и оставили, собственно. И следующие пять дней в Европе были, ну, чисто на хот-догах, да, но это были очень сладкие воспоминания. Сегодня по какому поводу? Просто суббота отдыхаешь. Просто с друзьями, скажем так, ностальгия. Четыре года было отдано этому месту. Очень люблю коллектив, половина которого осталось, который еще тогда работал. Всех люблю. Прихожу сюда как домой. Очень люблю болеров. Шоколад – это любимый десерт? Вот для меня нет. Для меня любимый десерт, и всегда на любое блюдо это мясо. Вот шоколадная душа стоит. У шоколада как-то поправляешься, потом и так с этого треажерного зала не вылазишь. Да, думаю, у шоколада, по-моему, прекрасно выглядим. Не, в принципе, если хороший мужчина ест, то сразу лишний вес сбрасывается. А вот насчет гор, Швейцария, может быть, Альпы. В общем, я была в крутых горах в Казахстане. На лыжах удалось покататься? Нет, посмотреть удалось. Вот как четыре дня с Буковеля вернулась. И я поняла, я первый раз встала на лыжи и поняла, что лыжи – это не мое. И я, как девушка, ненавижу таскать с собой тяжелые инструменты, поэтому я решила, что я буду только смотреть. Конкуренция вообще среди девушек есть? Вот нужно бороться? У меня нет. А я конкурент так сразу убираю просто взглядом. В Альпах когда-то были? В горах были, в Карпатах, вот там вот, в Буковель были. Надо в Альпы ехать, мужчину надо находить, чтобы в Альпы вез. Да не, ну мы такие бора-бора, что нам те Альпы. Ты ведешь детскую программу. Вот мне тоже интересно узнать, как у коллеги с детьми работать, мне кажется, безумно сложно. Безумно сложно, но, честно, это такое удовольствие. Я получаю заряд такой положительной энергии. Честно, вот всем советую. По образованию я педагог, и я очень рада, что все-таки вот, скажем так, полгода назад меня дорога привела именно к детям. Я, честно, от этого кайфую. Тяжело, но это в удовольствие. Черная, рыжая и белая, и мы Виагра. Знаете, сейчас кто-то участвовал, но на самом деле в конкурсе «Хочу в Виагру». И когда ее спросили о том, что же ты готова, она сказала, что я готова сделать сиски. Очень часто вот по росту, чем ниже мужчина, тем меньше у него достоинство. Ну, как-то так. Нет, нет. По-лишому подорю, нет. Нет. Вот так. Я говорю, мужчины, не судите женщину за килограммы, да не судимы будете за сантиметры. Субтитры создавал DimaTorzok